Квант едет на прививку, Мия просто едет на прием к врачу. Показаться, у нее по этой жаре образовался некроз на молочной железе. Будем показываться врачу, как у нас идет процесс заживления. Некроз мы уже вычистили, теперь там просто огромная дырка, которая потихоньку заживает. Зашивать ее нельзя. Во-первых, она огромная, там будет сильное натяжение. Во-вторых, из-за особенностей некроза не стоит прекращать доступ к кислороду. Квант с его коронным бошек назад. Были очередной раз у всего остеопата, стал еще лучше. Все ближе к норме, но особенности шеи есть. Спина. Будет это видео явно из кусочков, потому что я периодически, в общем-то, еду машину. А когда мы останавливаемся, снимать невозможно, потому что, в общем-то, леса довольно быстро просыпается и начинает лезть на ручки. Едут спереди, в общем, я не фанат езды спереди, потому что, ну, как-бы, 34 градуса, комиссионер просто назад не добивает. То есть, посадить их там в боксы, в багажник или еще что-то просто не представляется возможной такой погоде. Поэтому едут спереди. Сейчас уже доедем. У Канакола, где ведет прием моя мать. И, собственно, будут осмотрены некоторые личности, будут, наконец, привиты. Я очень долго не прививала Кванта, то есть у него есть задержка по прививке. Но, строго говоря, с прививками есть очень четкая вещь, да? Прививается здоровое живое существо. Ну, там, человек, леса, собака, неважно, да? Ну, мне надо было, чтобы он стал стабильным. То есть он все равно не будет идеально здоровым в плане него есть неврология, да? Вот последствия болезни. Но он стабильный. И раз он стабильный, то его можно и нужно привить, потому что, опять же, вот этот прививочный спор, да? То есть он не до конца здоровый. Безусловно. Но если он не до конца здоровый живот, то у меня еще и с болей берут. То его шансы выжить никакие. Поэтому, ну, на самом деле, настоящих противопоказаний к прививке очень мало. Чем ослабленнее живое существо, тем меньше его шансов выжить без прививки. Вот в чем фокус. Да, прививка для ослабленного организма – это гораздо большая нагрузка, чем для неослабленного. Но тут как бы болезнь-то вообще шансов не оставляет. Поэтому вариант, ну, а вдруг не заболеет – ну, такое. Ну, вдруг, конечно, но какие шансы, когда всякие вирусы вокруг постоянно. Поэтому у меня нет никаких споров о том, прививаем, не прививаем, нестей, зверей. То есть я никого ни за что не агитирую. У каждого своя голова на плечах. Хотя прививку от бешенства любому животному сделать обязаны. Просто обязаны, тут не стоит вопрос о том, хочу – не хочу. В принципе, на самом деле, на государственном уровне обязаны. Потому что от бешенства, ну, как, умирают люди без шансов. Не только животные. Все остальное – это безопасность только ваших животных, только ваша ответственность. А бешенство – это обязательно. Все, привились на прививки. Ну, некогда было снимать. Надо было и Мию показывать, и мелкого контролировать, который бегал. По всему кабинету изучался на зубок вообще никакой неофобии, которая должна быть вирусы этого возраста. То есть он, ну, секунд 30 он посматривался и побежал. Смелый, всюду лезет, со всеми пообщался. Молодец. Вот. И едем на мой. Так что… Ну, ребята, прививайте своих питомцев. Про прививки людей я ничего говорить не буду. Теперь тема злободневная. А я срачи не люблю. Но питомцев… Впереди платная дорога. Это жизненно важно.